Здравствуйте, в студии Вадислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о заморозке казахстанских активов за рубежом. Для этого у нас в гостях Расул Русмамбетов, финансовый консультант. Здравствуйте. Здравствуйте, Влад. Ну, для начала, что вот сейчас происходит? Как это называется в международном финансово-экономическом праве в поле? Произошла обеспечительная заморозка активов казахстанского нацфонда и вообще казахстанских активов за границей по иску молдавского бизнесмена Анатолла Стати. Стати в конце 90-х годов приобрел два месторождения, даже больше двух, несколько месторождений приобрел на западе Казахстана, добывал их. И в 2008 году у него начали возникать проблемы и так далее, и так далее. То есть у него ряд активов изъяли. То есть все казахстанские активы изъяли по суду, потому что его обвинили в незаконном предпринимательстве в том, что он транспортировал нефть без лицензии по магистральным нефтепроводам. Из-за этого он, если я правильно помню, релиз финпо 2008 года, он якобы, незаконно получил прибыль в размере 147 миллиардов тенге, что на тот момент это были очень большие деньги. Затем после этого Стати, как мы понимаем, долго судился и вот почти через 10 лет, вернее ровно через 10 лет 2008 года для Стати добился своего и в конце 2017 года заморозили ряд активов, которые принадлежали Казахстану, в том числе и национальный фонд. Тебе вопрос, Казахстан признает вот эти все Стаггольмский арбитраж, Амстердамский суд, Высокий суд Лондона, их юрисдикцию? Во-первых, да, он признает. Во-вторых, договоры между Республикой Казахстан и инвестором Анатолом Стати и его компанией Тристан Оилл, его нет в открытом доступе, но тем не менее обычно юрисдикции, где рассматриваются претензии сторон, они заранее прописываются в договоре. То есть вероятнее всего в договоре это было указано, что на любой международный арбитраж, допустим, или конкретно Стокгольмский, или конкретно почему Амстердам? Потому что у Стати есть и компании голландские. Кроме того, у Казахстана есть активы в Голландии. В Голландии это Кашаган, Биви тоже, которые в том числе их заморозили. Теперь вопрос следующий. Откуда у Стати такая подробная информация о казахстанских активах за рубежом? Это хороший вопрос, потому что вообще не то чтобы у нас везде, это все мы рассказываем, куда мы вкладываем деньги. Кроме того, национальный фонд, допустим, наши казахстанские активы, если есть конкретно там Кашаган, Биви, это здесь все объявляется, то некоторые наши активы мы управляем с помощью управляющих компаний за границей, которые берут наши, допустим, 5 миллиардов долларов, берут еще у кого-то 5 миллиардов долларов и вместе какие-то активы покупают. И то есть точно доподлинно знать Стати мог только с помощью очень хороших, там, не знаю, частных сыщиков это называется, data mining называется, добывание информации в интернете. И там, и там, и там везде первоначальным источником наверняка была какая-то казахстанская сторона. Кто это был, я не знаю, потому что у нас в воде полной раскладкой по национальному фонду весьма ограниченный круг лиц. Тогда просто один вопрос. Даже если условно, если это вот люди, которые, скажем так, сливают информацию для Стати из госструктур, да, либо это какая-то компания, которая, ну, собирает досье на Казахстан, а потом продает таким людям, как Стати, в любом случае нужны инсайдеры, которые совершают должностное преступление. Даже если эта компания какая-то там частная разведслужба, то она должна была где-то найти источник утечки. Казахстан сам, в том числе, мы, как государство иногда обращаемся к услугам таких структур за границей. Это крупные, говорят, частные разведки еще и так далее. Крупные компании, которые вот изучают полностью открытые данные и заполняют пробелы иногда с помощью, как у нас любят говорить, с помощью агентурных сведений, да, ну, вот в детективных романах говорится. То есть кто-то сдал это, кто это был, непонятно. Я думаю, это вообще предмет хорошего разбирательства. Откуда такая подробная информация? Потом ни Высокий суд Лондона, ни Амстердам, ни Стокгольмский арбитраж, это не прокуратура. Они не будут бегать по всему миру и искать, где лежат казахстанские активы. Для того, чтобы заморозить эти активы, стати должен был собрать бумаги, подать в суд и предоставить, возможно, неопровержимое доказательство, что эти активы принадлежат там 100 акций Вольво, 20 акций Сааба и так далее, и так далее. Все эти акции именно принадлежат Казахстану. Для этого стати должен был предоставить данные суду. И тогда суд, рассмотрев, изучив там достоверность, достаточность этих всех доказательств, он должен был сказать, хорошо, давайте заморозим там Кашаган-Биви тот же. Или заморозим акции вложения Казахстана в шведские компании. Или заморозим вот банк Кастодиан, который держит для нас акции, это Банк оф Нью-Йорк Меллан. Он должен был тоже распорядиться и сказать, вот, у вас есть акции казахстанские, пожалуйста, их заморозьте. Это суд дает указание банку Кастодиану, а он уже выполняет решение суда. Да. Тогда еще вопрос. Стати это же не единственный, скажем так, предприниматель, который считает себя пострадавшим в Казахстане. Но почему у него получилось, а у других не получилось? Я думаю, что Стати все-таки воспользовался не только казахстанскими источниками, он вообще и очень хорошо, он обратился к услугам очень хороших юристов. Другое дело, что за границей, допустим, тот же высокий суд Лондона, он как исповедует, да, прецедентное право. И если, допустим, сейчас у Стати получится забрать деньги, то Стати не единственный, как вы сказали, который считает, что неправомерно лишился каких-то активов в Казахстане. И это не обязательно иностранец, это может быть любой казахстанец даже. Если он пострадал в результате действий госорганов, как утверждает Стати, тогда вполне возможно, что Стати открывает дверь, так сказать, ящик Пандоры. И завтра в эти самые юрисдикции, в эти самые суды выстроится очередь, из тех, у кого отняли. Ну, кто считает, что у него отняли активы в Казахстане. Тогда вопрос, если этот процесс, ну, примет, скажем, такой, выйдет в тираж, насколько хватит национального фонда Казахстана? Ну, не знаю. Потому что вот на 506 миллионов нам заморозили 22 миллиарда. Не знаю, почему, не знаю, почему заморозили именно 22 миллиарда. Казахстанская сторона утверждает, что это чрезмерное. Но у меня возникает вопрос, потому что это 22 миллиарда на момент ареста. Сейчас, если я правильно помню, рейтер буквально вчера дал информацию, что облигации казахстанские падают немного в цене. Потому что, так как мы уже не можем пока распоряжаться этими 22 миллиардами, значит, наши облигации тоже падают в цене. Если эти облигации, суд намеревается, допустим, это казахстанских квази-госсектора, я думаю. А если, допустим, те акции международных компаний, которые мы держим, и они заморожены, и я, как, допустим, добро-порядочный инвестор, капиталист, который вкладывает только в ценные бумаги, я думаю, ага, хорошо, казахстанские, эти вот эти акции, там, 100 компаний, которые принадлежали Казахстану, эти акции, заморозили. Значит, если я ожидаю их падения, вернее, продажи, то наверняка, и когда будут в пожарном порядке реализовывать, потому что суду все равно, суду все равно, по чем продать. Суд берет среднерыночную и продает. И поэтому вполне возможно, что эти бумаги упадут. И эти 22 миллиарда, они вчера были 22 миллиарда, сегодня, может, они уже 21,8, допустим. Потому что уже рынок ожидает, что эти бумаги будут продавать. А вот такая гипотетическая ситуация. Иски удовлетворяются, средства нацфонда кончились. А чем будут расплачиваться со следующими, скажем так, обиженными инвесторами? У Казахстана активов немало за границей. Поэтому все страны, где находятся наши активы, и которые признают юрисдикцию этих судов, вполне возможно, что там будут арестовываться. Если, допустим, если закончатся государственные активы за границей, у нас есть такое понятие, как politically exposed persons. То есть люди, которые имеют несущие политические риски, а другими словами, люди, которые могут влиять на принятие государственных решений в Казахстане. Если у них есть активы за границей, то гипотетически можно обратиться в суд и сказать, да, допустим, у Казуманой Газа нет активов за границей. Зато есть активы у тех людей, которые принимали решения в Казуманой Газе. Я прошу вас наложить арест на эти активы. Вполне можно. В общем, суд – это процесс состязательный, любой процесс поэт носит. Поэтому они будут доказывать, потерпевшая, по ее мнению, сторона, будет доказывать, что можно забрать эти активы. Мы будем доказывать, что мы вообще ни в чем не виноваты. Не мы, в смысле, а вот эти люди, чьи активы арестовали и так далее. Обычный, в общем-то, нормальный юридический процесс. И выигрыши, естественно, будут юристы. А вот все это вместе, как сказывается на, скажем так, инвестиционной привлекательности Казахстана? Тут есть и хорошая, и плохая сторона. Очевидно, что плохая сторона есть. Был инвестор, поверил в нас в 98-м году, где-то так, в 90-е годы, когда мы были не самое привлекательное государство для инвестиций. И он принес деньги, и у него бац-бац, и взяли. В СМИ пишут о существовании наличия какого-то письма. Письма от президента Молдовы, президенту Казахстана о том, что Анатол Стать якобы финансировал оппозицию в Молдове. И что на основании этого письма и было организовано вот такое, как это сказать, ну, силовая законность, что ли. Ну, это одно. А это, то есть, плохое. То есть, могут по-любому, в общем-то, бездоказательно, якобы. Или в любом случае, когда госорган доказывает в Казахстане, мы понимаем, что с госорганом лучше не испорить. И это плохо для инвестора, с одной стороны. С другой стороны, мы сейчас у нас вот заморозили 22 миллиарда. Мы доказали свою слабость. И это очень хорошая вообще новость для инвестора. Он может прийти в Казахстан, вкладывать любые деньги, до 22 миллиардов, да, допустим, спокойно. И потом, если ему что-то не понравилось, он идет в эти самые юрисдикции. У него уже есть накатанная дорожка, благодаря Анатолу Стать. Он идет в Верховный суд Лондона и просит арестовать. Конечно, Стать и не первый был. В 2005 году тоже было. Мы как-то смогли победить в суде, чтобы не накладывали арест на Анасфонд. А вообще, тогда он пошел в Амстердам, пошел в Стокгольм, показал все. И есть вообще прецедент. То есть, это не обязательно суду пользоваться прецедентным даже правом. Но у суда есть доказательства, что ранее Казахстан, как государство, его госорганы нарушили инвестиционные обязательства и отобрали неправомерные активы. Уже есть такое. Уже анамнезы, так сказать, не очень хорошие. Тогда можно вполне, возможно, это хорошая новость для инвесторов. То есть, зашел, вложил деньги в Казахстан, не получилось что-то, списал все это на госорганы, пошел в арбитраж и отсудил свои деньги еще и с учетом недополученной прибыли, как сделал статьи. У него отобрали месторождение, он говорит, что где-то 160-170 миллионов долларов вложил. И сейчас он 506 пытается отсудить. То есть, есть и плохая сторона, а есть и хорошая сторона. Мы такие слабые, что в нас можно брать, инвестировать и при случае отбирать наши деньги за границей. Ну, на этой, не пойми, какой ноте мы закончим. На хорошей, мы закончили на хорошей. Другое дело, что, конечно, это, наверное, нам нужна большая прозрачность в инвестиционном отношении. Ну, и, наверное, и госорганы должны работать иначе, чтобы их не били в любом суде и в любом арбитраже. Наши госорганы вроде ни с чем не соглашаются, вроде пытаются что-то делать. Наверное, все-таки где-то и мы, может, не тех юристов наняли. И так далее. Но, в целом, ситуация, с одной стороны, плохая для Казахстана. Сейчас у нас отберут, возможно, это уже 99%, вот эти 506 миллионов долларов. А, с другой стороны, хорошее. Значит, мы волей-неволей отвечаем по своим обязательствам, хотя бы активами нацфонда. Большое спасибо. У нас гостя был Раслург Смамбетов. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok